Здравствуйте, с вами снова Андрей, мы продолжаем играть в мод для Mountain Blade по мотивам Игры Престолов. Знаете, и тут сначала нужно сделать небольшую, так сказать, вводную, если можно так сказать. А именно, дело в том, что я решил, что пока давайте мы не будем конфликтовать с нам все снова. Просто вы видели в прошлой серии, насколько его отряд по численности превышает нас. Это первое. Второе, я надеюсь, что в этой серии будет у нас все лучше с фпс, потому что я отказался от фрапса. Вот, и надеюсь, что здесь не будет таких падений фпс, как было. Пойдемте, тогда уйдемте из замка, наверное. Значит, а что мы будем делать тогда, раз мы решили пока этот квест не выполнять. Ну, просто, ну я слишком лох, чтобы этот квест выполнять. Давайте, наверное, сходим, знаете, куда-то вот... Вот, что в этом моде очень неудачно, это, я не понимаю, почему Железные острова, у них замки все белые, да, и север, который, в принципе, с ними, ну, можно сказать, соседствует, да, он тоже, в принципе, у него все белое, то есть, ну, непонятно, блин, дичьи земли. Давайте поедем сейчас на запад с севера, скажем так. Где у нас, ну, а, вот. Так, понятно. Ну, это мы уже видели, вот, 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 началась война. Все дело в том, что, ну, на самом деле, это фракции, которые будут воевать. Да, совершенно точно. Да, людей у нас нету, к сожалению. Давайте попробуем набрать народ. Кстати, скуп у нас денег-то, нечто. Деньги есть. А вот городов поближе, чтобы распродаться, нет этих денег. Зимний ярмарк, ну, это, по-моему, деревня, да, по статусу? Да. Ну, тут тем более мостов, по-моему, нет. Ну, давай через нее проедем, наберем добровольцев, в принципе. Потому что нам нужны, да, взломы добровольцев, нам нужно иметь максимальную численность отряда, который позволяет наше лидерство. Ой, ну, вообще, конечно, вообще, конечно, не очень понятно, как мне дальше качаться. То есть, непонятно, что мне делать. У феодалов нормальных, у них намного больше войск. Можно, конечно, попробовать взять какой-нибудь населенный пункт, в котором очень мало стражей. Ну, вот, например, Ланнистров, это сделать не получится. Не хотят. Нехорошие люди. Зараза вообще. Давайте тогда поедем в Белую Гавань, там, наверное, уже будем постановаться. Да, еще раз, вы мне, пожалуйста, пишите в комментариях, если помните, как ускорять движение отряда на карте, я просто вот не помню. А это, наверное, бы, ну, взял бы проходить не более зрелищно, более информационно насыщенно. Событий не насыщенно. В общем, я думаю, что, почему я хочу повоевать именно железными островами. Если я правильно понимаю, у них, в основном, наверное, не были куницы. А это очень интересный вариант, потому что, так сказать, ну, понятно, что конница это главная важная сила в этой игре. Ну, попробуем, как бы, не станем. Так. Так, ну, во-первых, сходим на рыночную площадь, торгуем с успехами, продадим всякую дрянь, которую у нас тут. У нас нет много. Так. Так. Все. Подали. Подали. 52, 48. Ну, это то, что у нас есть, собственно говоря. 46. Подчеркиваем здесь, 16. Ну, в общем, мы здесь ничего особо не найдем. Оружие. Это дверничная, дверничная. Так, наручная. Мастерский замковый меч. Ну, разве что, опять же, 33 оглушающие, это не вариант. У нас лучше. Можно купить копье. Копье, хорошо для, собственно, конных посередей. Не знаю. Не, давайте, пока не будем. Так, давайте попробуем, посмотрим. Что есть? Ну, о, нет, давайте я уже сам буду качать, уж больно, дорого, дорого против. Жаба душа, что-нибудь. Так, Честные, какие, мне почему-то казалось, что разбойники сначала. Добротную капусту. Еще зайдем сюда, опять, в целях набора добровольцев. Они еще не хотят ко мне присоединиться. Вот они хорошие люди. Так. Что у нас творится? Север, север. Вот, под нападением, да? Угу. То есть, в принципе, что-то, понятно, это север, не север. А это, а это кому-то, тоже север, не север? Ну, по идее, все, все прям лежит север. В принципе, возможно, сражение какое-то будет вот здесь происходить, у замка Кремниевый Палец. Мне так кажется. Что ж, пошли, щущий рынок должен, попробуем набрать, убравиться. Нам хотя бы 50 бы иметь. так, ну, так, на нас напали бандиты. Ай, блин, это свой. Так, это интересно. По мордосам. До свидания. О, я перешел на 8 уровень, отлично. Так. Так, мы получили 100 динаров. Так, чего, давайте наберем добровольцев. Как раз, трой северян. Так, рыбу купим. Давайте купим рыбу копченую. Что ж, поехали. Блин, правда, тут особо не поедешь. Хе-хе-хе-хе. Кстати, стоп. Тут же переправ нет. Не, ну, слушайте, это очень странно здесь сделали. То есть, нам придется ехать к близнецам, что ли, наверное, да? и здесь объезжаем. Давайте, наверное, пойдем вот сюда. Будем условировать среди этих рек, и, соответственно, так, во-первых, септа. Септа, ага, да, та самая каменная септа, понятно, которая нам проявлена. Так, давайте нашего персонажа покачаем. Что нам нужно сделать? Во-первых, нам, наверное, нужен поиск пути. Почему нам нужен поиск пути? Чтобы хоть как-то догонять бандюков. Так, Хоризм 12, давай. И потом, так сказать, после, после того, как мы, соответственно, еще немножко прокачаемся, то есть, у нас будет 9 уровень, нам нужно будет брать индиверство. Так, значит, уничное оружие, стрелка, давайте стрелка, и прокачаем. Окей, я особо луком пока не пользуюсь. Так, это что такое? Странно. Ну да. Процедор. Очень интересно. А что, а что здесь дарницы забыли, интересно. Ладно, не будем ссориться с дарницами, но я не хочу. совершенно не хочу. Красиво, да? Попробуем посмотреть, сколько там пришло товарищей железных островов и насколько у них крутые войска. Я не уверен, что они у них очень крутые. Вот раздойники. Ну что ж, атакуем, слава богу. Нам попался противник, которого реально отмахать. это в этой игре редкость. Давайте лежать в позицию, не будем наших ссадников уграбливать. Потому что если не отдавать приказов, то там начнется. А вот теперь все вот так. эх, блин, что же мы все? Что же мы все на меня-то? Да ё-моё! Что ищет мне? Этот урод, он с древковым оружием. лошадь, лошадка, дохни. Да ё-моё! Не моя лошадка! Я не это и пел в виду. Я этого урода забью. Да, я его лично убил. Так, что там творится-то? Где вражеская пехота? Да. Некрепкие здесь, конечно, солдаты. Все. Мы же победили. Время. Так, у нас шестер убитых. Так, пленных мы больше не можем. удастся. Ооо, плюс 38 защите головы, все что, это не плохие вообще вещи люди. Точнее, одна вещь. удастся. Так, часть воинов отряда готовы к повышению. Так, вольт повысим. так, кстати говоря. Так, пировка, сколько, плюс 36, плюс 38, давайте такой вот true шлем сделаем. Так, это копье, ржавый меч, можешь ему меч дать? Давайте, так, плюс 20 тащите на, плюс 5, ну это понятно, это вообще не копируется. Плюс 20, ну да, здесь в основном, остальное здесь все дрянь, кроме шлемака, который мы взяли. можно ему щит дать? Уйди. Так, выглядит он просто потрясающе. Так, давайте еще. Так, стрельщик для оружия. Одна вот так, одна вот всяк. Сверя, не пихотина с севера. Так, а я не помню, как его, как его, как его, вершу, 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 вот так, говорить. Ваших наук. Так, вот его можно прокачать, у него интеллект повышен, да? Ну, ему, в первую очередь, он и нужен, интеллект, по-моему, да? так, хирургия, убеждения, завязная кожа, мощный удар. Давайте ему, наверное, одноручное, прокачаем. Древко ему прокачать не можем, почему-то. А, наверное, потому что у него силы не хватает, или чего-то. Ладно. Так, пусть он у нас будет, наверное, привязка ран. Привязка ран, ну, так. так. Окей. Так, и вот у нас еще наливщики. Не понял. То есть, моя лошадь сдохла? Офигеть! персонаж. Персонаж. А, инвентарь-то может быть на имущество? Да! Моя лошадь сдохла. Да, мы их уже не добили. Ну что, поехали сюда. Поехали сюда. Будем, соответственно, купать себе лошадь. Дезертир. Во, поможем. Так, ну здесь я, в общем-то, пассивный наблюдатель. Сделал так. То ли я понимаю про личные армии. Правда, больше части не мои. Потом мы сейчас вотремся в доверие к гадалу. Которые бьют за пью. Красивый здесь вот. Там пикнюра, это неприятно. за нас. Ладно, скоро мы-то не можем. Ну, было факт, как бы, красил. Нельзя сделать время битвы, что странно. Где противник? Вообще, ничего. Да. Давайте, наверное, опустием точку приб Divlo. Да-ра, давайте, наверное. так я с автолутом честно говоря ничего пока еще не понял если у вас есть какие-то сведения по поводу автолута вы мне пишите комментарии так так можем кого-то прокачать не чай беда печаль дорого очень дороги поехали опять нету городов вот это вот большой минус давайте мы попробуем набрать добровольцев дело искали да конечно смешно идет души не смотрится так поехали теперь уже пошли так это приманка крекина да начата северяне не спешат ли реагировать абсолютно на это дело так а вот здесь чего творится ну короче говоря так ну-ка что это у нас такое лорд родри крисов прислал сообщение что хочет что вы посетительского новой войны компании вы должны привести с собой минимум 8 войны то дыр крисов а понятно так ну-ка задание это а значит огненные воды это где порогон так так вот наконец-то наконец-то северяне решили что-то делать только блин ну раньше же надо было думать и я я уже блин уже сам не знаю чем не делать зачем 8 войны у меня 49 не лошадь и магазин и нет поскольку города не были снеге ванна пошли я такое ощущение что я без лошади стал быстрее передвигаться или по крайней мере источник ну понятно что здесь зависит не от самого главного персонажа отряда так это чё такое налетчики честно так и так и и и и Купейщики в принципе они должны хорошо помогать всадникам Купейщик против всадников самое оно вроде бы Кемёры, я очень понимаю, ладно И противник вообще не надо Балансим Оооо Ооо Су-у-у-у-у-у-у-у-у Мастер Ооо Ох Ещё один преимущества у нас по перне так можно нанять отлично так что здесь у нас есть я так надеюсь что будет лошадка ничего не уж идем дальше скорость 3.0 а то мы все хорошо что я сейчас не в каком-нибудь дурня которым я был от безделье да вот что я зря сделал я не узнал по поводу того где находится наш верховный командующий данный момент потому что нового статистика к нему надо да 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 вот именно как раз мы к нам встречи вижу так значит За ним надо как-то следовать, да? Ну ладно Так, спрождать вот так Я в свое время, вы знаете, когда я Пока я не знал, как это все делается Так, озерные жители Нужно садиться до конца Что это за фигня? И всем человеком Давайте держать позицию, знаете почему? Я не хочу терять всадников По глупости Сейчас они подойдут, слоят пару стрел Я никуда не пришел А случники есть, правда их немного, по-моему Или нет, не должны быть Давайте попробуем с этим пострелять Еще он будет стоять Блин, что же у меня такой укосой, а? Не, здесь луки сделали очень Осыми, кривыми и неудобными А теперь можно и ближний Пошел вон Пошел вон А теперь можно и атаковать Тут никого не осталось Ну и сейчас наши садики туда должны Полицу Ой, 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 ё-моё Можно же было взять А что такое? Ой, так Кабань и шлемы, прикольно вы видели Вот так Побatherine Двадцать Ну, вот это, наверное, что взяли Пом wanting Стой Так Так Так, это что? С двенадцать, да? Да Так, а вот это Пис-5, да? Так Пис-1 Пис-2 защиты главы И к защите 2 к Байна так нормально так теперь наверно отряд у нас можно немножко подкачать конечно можно было еще взять наемник так персонаж у нас далеко а можно еще интересно куда он поедет вообще какова цель военной компании если она есть теперь на нас озерные жители напали ну что любопытно здесь сделаны военные компании ну как обычно собственно говоря не станем избирать велосипед пусть они нас атакуют не замуж дайте пойдем я в ближний бой скоро давайте последовать за мной это называется не следует за мной они куда не вперед опять пошли интересно они пошли на походный маневр пошли на зеркалку пошли на зеркалку пошли на зеркалку Спи с покором, дорогой товарищ, не земля тебе двух пунктов Короче, это какие-то местные партизаны Атакуйте, ищите их сами, я не вижу Вот еще Так, давайте возьмем Отлично, у нас 54-60 минут, да? Так, давайте покачаем сразу То есть мне дали новый ЛИО что ли? так так у нас уже погнуты остроконечные стрела комплекте давайте наверно строконечного не лучше сдубленный меч стражника они это это ересь 15 полющие у нас лучше ну собственно тут не нет смысла что-либо собрать это так так персонаж да 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 так ну что уж отлично сейчас чтобы не забудь прокачаем лидерство сразу значит теперь мы сможем нанимать больше народу так значит одноручные чтобы нам прокачать давайте до 130 идем одноручная здесь здесь конечно можно давайте ловко прокачаем такие так где у нас ресурка интересно здесь кстати вот то что здесь реально проработана эта система я так понимаю что помните что в будущей серии на нас напали одичалы видимо это было связано с квестом так все офигеть взял был поза тренировочный военный сбор ничего больше да уж это конечно нам помогло ну что ж давайте увеличить нашу армию количество так давайте еще сходим попробуем набрать добровольцев это теперь ты кто-то может быть согласиться и желание там последний цель на белой гавани нам надо покупать лошадь главным персонажу а то это изобрать и тем более что ну вообще о кстати говоря надо белый гавани сейчас посмотреть может быть удастся продать и клинику вот видите у нас уже 67 человек это уже в принципе более-менее нормально воевать раньше можно было в ваниле начиная где-то с восьмидесяти с феодал но здесь не так просто здесь есть никого набрать не было она пойдем попробуем посмотреть кстати у нас там был какой-то неплохой относительно доспех давайте-ка мы знаете что-то сделаем ряд 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 уговорить крювка 20 нет это хуже нет здесь все хуже мы мы ему особо ничего не надо опять не дает даже это лучше ладно ладно значит все таки здесь военные компании проводят компьютер то есть я просто уже думал может быть сплавать гости в дейнерис вообще я не знаю тоже было бы интересно второй континент посмотреть так значит что нам надо давайте во первых сходим в таверну по поводу продажи пленных манта не понял а в смысле я ничего не понял суверянин почему я не могу набирать у меня уже все у меня предел войс ну и так не играю а что это за пик а клавис лидер ага погодитесь моей команде нет не берем блин а по моему уже в давайте знаете что ну каких нибудь ну вот а теперь в таверну пойдем давайте попробуем давайте попробуем ну там типа гербовать вот вот отлично у нас теперь есть второй компаньон в таверну в таверну так ну нам нужно торговать с рабами бар бар отойди шо вон отсюда обманули оооо мы его обманули хэх так здесь чё здесь ничё я говорю так багаж его можно осмотреть это наш багаж или чё может быть может кого-то обокрасть ну-ка 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 багаж ага нет здесь нет ничё нету здесь рыночная площадь мы уже были продаем давайте сделаем таким образом оставим некоторый комплект на нашего нового товарища 405 динаров конечно не буквально какие деньги но помогут нам какое-то время содержать нашу орду так торгует с оружием ну доспехи мы особенно так 41 нет на 46 но это все то же самое так теперь нам нужно по поводу лошадьми по поводу лошадьми прекрасно так резвый рысак резвый конь еще лучше резвый рысак ничем не отличается тяжелый конь скорость маневренность так 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 давайте купим резвого коня резвого рысака не совсем не важно давайте резвого рысака купим сейчас мне масло больше нравится так так ой так теперь отряд давайте посмотрим вот этого товарища мы его сейчас сразу вверх переместим чтобы он у нас сразу был наверху мы всегда могли его посмотреть уговорить уговорить так ваши крючки так что у него есть плюс 14 защите ног плюс 5 это лучше так гамбинзон это кстати лучше 38 и это тоже лучше давайте дадим ему перча это у него есть ржавый мастер и мечи стражника 20 20 29 23 32 это лучше и мечи стражника чем то что у нас есть что ж в таком случае нам надо продавать продавать все это дело а не должна а давайте знаете что еще подпомним во сейчас мы их продадим они нам не нужны раз человек так сказать их все равно не юзает значит коронечная площадка торгуется оружием да ладно фиги с ним так ну что 918 генаров это не так уж не так уж еще разным товаром хлеб с сыром так значит нас теперь сколько на 67 как я понимаю больше я нанимать пока я не могу еще раз проверим отряд не остался товарищ так что мы теперь будем делать давайте все таки съездим на запад наверх разграбление нет в принципе кроме того что они здесь разграбили деревню ничего не происходит да очень очень здесь медленно достаточно достаточно пресно протекает военные действия кстати говоря ланнистер что-то находится в принципе можно еще пойти пограбить ланнистер занятия теперь у нас чуть больше войск можно попробовать сплавать на железные острова но я боюсь что тут видите здесь все компактно здесь как я погляжу да не здесь нас могут зажать это более вероятно чем чем случае случае с вами страница прежде мурен держит ралис ругал я не знаю может конечно реально съездить сюда и пограбить ланнистер наверное придется этим заняться потому что железных остров тут далеко хотя хотя но в принципе ладно давайте все-таки железным островам почему опять же во-первых у них нет кавалерии вполне возможно вот во-вторых у них а во-вторых у них так сказать в принципе мы там во-первых не были то есть мы можем увидеть что-то новое вот еще кланистр к тому же собственно говоря в принципе это не так уж далеко так значит теперь нам нужно мы опять же идем к близнецам куда мы не дошли какие упоротые ребята то есть реально упоротые сместность конечно неблагоприятна для посадников очень чем и и и и выезжайте срочно идет очень интересно почему необычная лошадь возрождалась а тут она не стала недавнем бою почему это не зависит то есть ее могут убить только несколько раз да ёбаня блин не от убили 1 тирану пакетчика давайте на юбика пакетчика пакетчика да 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 собираем дрей пошателем дрей так так ну да то мы немножко прокачали оставшиеся в живых так говорить навыки так давайте 15 сделаем да хирургия вот привязка ран вот отлично все будем быстрее лечиться очень важно древковые прокачать мы почему-то не можем не знаю почему оно так все странно стрельба иголка давай не знаю почему я не могу качаться у меня видимо лук с маленькими а давайте поговорим кое о чем ахмин значит мне сменить книги а то есть им можно давать читать книги они будут качаться что ли это интересная кстати опция весьма интересная ладное едем дальше на юг в общем на севере бундики достаточно круто и любят все хотя с другой стороны это как посудить я дезертиры которые близ королевской гауни шляются они знаете уже но они правда и выглядят так серьезно знаете какие то оборванцы но сражаются достаточно приличные так нам надо сюда да чтобы попасть на железную справа а и а а и так так давайте посмотрим 92 так они сражаться не собираются ну-ка 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 давайте попробуем догнать все-таки подбить у нас численное преимущество это феодал давайте мы все-таки попробуем загнать в угол так он хочет атаковать близнецы что ли что то есть через них можно просто так проезжать или а да они же не воюет правильно воюет севером давай 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 мне почему-то показалось что наших сорок семь а не шестьдесят семь поэтому я сразу не стал добиться битву но теперь в принципе у нас по крайней мере я думаю вот будет серьезно после такого сражения догоняем 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 во так нам кто-то присоединился что ли 147 ну что ж тогда атакуем раз у нас есть союзники у нас есть большое честное преимущество давайте наберем задницу никто самоуверенным пиратишкам а эти походу встали в оборону кстати прикольно они ходят строить как роды к фонику да правда пираты которые строим это интересно ну да кстати вот видите у них что то есть более редко куда их одна пикут сплошная ну что поздравляем мы одержали первую победу над феодолл так мои потери один убитый но это правда в саде отныне вы у меня в плену так улучшать доспехи улучшать лошадей готово так так челах веснувший щит ну в принципе тоже дрянь не классно честно говоря дрянь немножко новая для нас дрянь от этого на быть не перестает к сожалению так ну что ж мы готовы к повышению правда если честно как вот как прокачиваются народ монтенблэйди мне до сих пор не понятно кстати как они выглядят у нас ничего нового они видимо не подобрали все таки как бы мне продать было так сказать тут есть хоть один город рядом нет давайте поедем что не бертон нет это не город это деревня ну я не знаю блин бертон вот и вот и ну вот и Ой, ну вот почему здесь нет городов? Боже мой. Дрог. Соливарня. Давайте в Соливарню снизим, а? В принципе, город там хоть распродадимся. Только вот что мне теперь с пленником делать? Если, конечно... Но он, скорее всего, сбежит. Его... Долго таскать не получится. Ну, по-прежнему, Ланнистров все активно грабят. Правильно делают. Можем, кстати, в Орлиное гмездо съездить, посмотреть, что это такое. Ну, это, вы знаете, давайте, наверное, уже в следующей серии. В этой мы сейчас доедем до Соливарина, распродадимся. Посмотрим, кстати, по поводу продажи пленных. Опять же, вдруг здесь что-то есть. Так. Рыночная площадь. Торговля оружием. Ну, понятно. Ну, понятно. Нет, это совершенно не то. Никакой воздействий. Вот это интересный доспех, но, к сожалению, он слишком для нас. Слишком уж серьёзно. Да, ну, купить здесь мы особо ничего не можем. Так сказать, давайте ещё в таверну сходим. Посмотрите. Так. Так, давайте. Так, его продать здесь, в этой модификации тоже нельзя. Давайте ещё поговорим, можно ли. Прикольно. Прикольно. Дама, наёмный улучшник 2. Дама ходит кремом, а мы здесь не ходим. Понятно. Сейчас отличный сантрек идёт. Не знаю, слышно или нет. Добровольцы. Нет, это слишком дорого. Ну что ж. В этой серии мы, наконец-то, набили морду феодалу. Правда, мы без посторонней помощи, я думаю, мы бы и так набили. Мы убедились в том, что армия Железных Островов действительно уязвима. С той точки зрения, что у них нет кавалерии. Мы убедились, что в этом моде не умеют оброняться. То есть, так сказать, они не всегда прут в атаку. Искусственный интеллект. Мы поучаствовали в войны компании, так что, я думаю, серия вышла достаточно насыщенной. В принципе, возможно, что мы ещё сходим на Железные Острова и устроим там, так сказать, кракеном весёлую жизнь. Ну, что могу сказать. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, комментируйте. Дальше будет ещё интереснее. С вами был Андрей. Всем пока.